дорогие мои друзья всем привет ну что у нас почти лето я на всякий случай конечно взяла потеплее кардиганчик но прям жара мы едем очередное путешествие пока хорошая погода все друзья начиная вам показывать беларусь едем самый сладкий город гродинской области а может быть и всей беларуси тоже немного не доехали до места назначения увидели вернее как увидели я знала про это место и решили все-таки встать и там немного поснимать это река неман и и Субтитры создавал DimaTorzok Почему самый сладкий город в Гродненской области? Да потому что здесь сахарный завод, и мы приехали в город Скидель. Все, кто едет из Минска в Гродно, обязательно проезжают этот город. Ну, если они, конечно, едут по трассе М6. Трасса эта разделяет город на две части. Поэтому мимо вы вот, ну, никак не проедете. Но, 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 редко кто заезжает в город Скидель. Все сразу уже рвутся в Гродно, а до Гродно отсюда 25 километров. И проезжают этот город мимо. А мы с вами давайте по нему прогуляемся. На данный момент население города Скиделя чуть больше 10 тысяч человек. По мнению историков, название происходит от балтийского слова «скидос», в переводе означающего «щит». Ну, видимо, на этих землях жили отважные воины, всегда готовые встать на защиту своей родной страны. Официальной датой основания принято считать 1588 год. Хотя я не сомневаюсь, что люди здесь жили и гораздо раньше. Когда-то в Скиделе находился великокняжеский двор, основанный еще при Витовте. А в начале 16 века городок перешел во владение Кордзивиллом. Именно при них здесь начала бурно развиваться промышленность. Работали пивоварня и кожелинное производство. В начале 17 века за городок взялся король Владислав IV. Он освободил местных жителей от налогов на 4 года, а чуть позже разрешил проводить в Скиделе раз в год базар и каждую неделю торг. Ну, естественно, это привлекло в город новых жителей и постепенно он начал расти и расстраиваться. Продолжение следует... Вообще достопримечательности в Скиделе, ну вот прям не вот прям много, но и посмотреть тоже есть то. Мы приехали в старый парк, и сейчас вам все покажем. Как вы поняли, помимо старого парка есть еще и новый. Новый находится в центре, а вот старый на улице Ленина. Ну, все обычно. Как видите, уже красота. Давайте смотреть все поближе. Мы идем к костелу Вознесения Святой Девы Марии. Вот. Я даже запомнила название. Обычно я очень плохо запоминаю название. И к нему можно пройти вот через такой вот мостик, за которым мы видим небольшой совсем парк Победы. То, что мы прочитали в интернете. Там всякие вооружения. Ну, вот здесь вообще красота. Там тоже погуляем. Вот такой железный мостик. Ух ты! Вот кто нас тут встречает. Кто тут идет? Предъявите ваши документы. Так. Ну-ка, ну-ка. Кто тут? Усы, лапы, хвост. Вот наши документы. Потревожили семейство. Мостик, надеюсь, не качается. Ой, батюшки. Боюсь я. Да. А вон еще. Друганы. Ти-ди-ди-ди-ди-ди. Ух ты, как они быстро! Ух ты, как они быстро умеют! Класс! Вот бы нам так. Заходишь сюда словно в сказку какую. Так, между деревьев. И вот он открывается во всей своей красе. В интернете написано, что здесь проводятся службы. Не знаю, сейчас проводятся или нет. Но, может быть, проводятся. Ти-ди-ди-ди-ди-ди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальная история указывает дату постройки этого костела как 1870 год. Костел построен из красного кирпича в стиле неогодики. До 1939 года в этом костеле проводились службы. Ну, все как обычно. Во время войны его закрыли. После 1945 года в костеле долгое время размещались военкомат и даже водительские курсы. В 80-х годах 20-го века здание не использовалось, а в начале 90-х годов прошлого века костел был заново передан церкви, и сейчас там проходят службы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, я думала, что этот костел достаточно большой, а он оказался такой маленький-маленький, такой игрушечный-игрушечный. Вообще, друзья, так тут тихо, хорошо, приятно. Гулять тут, наверное, одно удовольствие. Машины редко-редко ездят. Мне нравится. Идем по такому-то мостику, а внизу небольшое такое болото какое-то, непонятно что. Но мостик интересный. Не знаю, что за болото, просто, видимо, вода скапливается, что ли. И там, конечно, куча мусора. Ну, субботника еще не было. Интересно оформлен вход в этот парк. Вот такие башни. Вот там наверху, здесь не видно с этой стороны, 1899 год написано на флажке. Просто сюда повернут. То есть так заходишь, и ты в сказке. Субботник. 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 не поверите в центре города есть туалет вот это вот зелененькая маленькая зданица на которой написано и же это туалет уж не знаем платный или бесплатный идти нам туда некогда честно говоря друзья приехали в центр быстро-быстро вам поснимать и время поджимает здесь тоже стоит памятник впереди нас ждет ленин ну как же нам без ленина нам никуда в беларуси и какая-то вон еще конструкция с журавлями ленин здесь никуда не указывает а просто грустно стоит вокруг здесь и кафе и магазины и чего только нет ну центр центр прям и погулять и закупиться и поесть в общем все что хотите расстояние до разных городов берлин даже нижний есть где 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 опачки класс вот это вот конструкция журавлями сейчас посмотрим что вначале там и так как-то зашли с той стороны клёк от буслов установлена за на годы знака да или знака воды за на годы 500 не знаю как ты живой воде в 300 год за за основание города скидзеля вера 7 2008 года я скажу по-русски потому как числительные я не знаю как по-белорусски вот такая красота ну и санкции скидзелю не страшны здесь есть свой бургер кинг макдональдс что там чикенбургер как там это еще называется я не помню вот так правда почему-то закрыта видим работает только выходные и в празднике тут вот еще медведи делят бочку с медом но по какому поводу не написано из чего не сделаны я тоже не понимаю странный какой-то ой холодная не знаю а еще друзья в центре есть библиотека так что вы не только можете погулять поесть снять деньги или положить деньги тут то отделение разных банков а еще и приобщиться к вечному ну а в конце видео я хочу показать вам одно место пусть она совсем небольшое но навевает на некоторые размышления это кладбище немецких солдат времен первой мировой войны эти люди ушли со своей родной земли чтобы остаться здесь навсегда ради интересов кого-то мне будет хотелось друзья чтобы вы подумали ради чьих интересов вы идете для того чтобы оставить свои жизни где-то наше время это очень актуально так же Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Друзья, вот на этом наша экскурсия подошла к концу К сожалению, время просто поджимает Алексею на работу Нам нужно бежать, ехать, лететь Спасибо, что прогулялись с нами Всем пока, всем до новых встреч Будем знакомиться с Белоруссией дальше Добавил субтитры DimaTorzok